Европейский банк реконструкции и развития может сократить инвестиции в Россию, в то время как экономические показатели страны ухудшаются. Об этом заявил глава финансового учреждения. Во время ежегодного заседания банка в Варшаве экономисты сообщили, что банк, вероятно, будет вынужден увеличить объемы кредитования восточноевропейских стран по причине возможного экономического ущерба из-за ситуации в Украине. В докладе Европейского банка реконструкции и развития говорится, что рост российской экономики в 2014 году будет нулевым и может войти в рецессию, если США и ЕС ужесточат санкции в отношении Кремля. Россия является самым крупным получателем финансирования. В прошлом году банк выделил 1,8 млрд евро. Банк также сократил прогнозы роста 30 стран Восточной Европы и Центральной Азии, в частности Беларуси, Молдовы, Армении и Грузии. Европейский банк реконструкции и развития был создан в 1991 году для поддержки рыночной экономики стран Центральной и Восточной Европы. Недавно членами организации стали Монголия и Турция, а также страны, прямо или косвенно пострадавшие от событий арабской весны.